Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Ирина Гайворонская, заместитель председателя Совета сторонников партии «Единая Россия» Московской области. Здравствуйте, Ирина Анатольевна! В прошлый раз вы обещали рассказать, как фишинговые сайты мошенники выдают за сайты государственных органов и организаций и, пользуясь доверчивостью наших граждан, выманивают у них деньги. В прошлый раз нам не хватило эфирного времени. Предлагаю поговорить об этом сегодня. Давайте, Мария, мы на эту тему поговорим. Эта тема достаточно серьезная, она касается большого количества людей. Действительно много сейчас сайтов мошеннических, которые мимикрируют под сайты государственных услуг. Мы с вами уже об этом говорили. И еще мы с вами говорили о моей любимой теме, которая называется компенсация. Вот вы опять улыбаетесь. Ну вот как у нас ловились золотые рыбки на эту удочку, так они продолжают это делать. Ну, у нас с вами какая задача? Людям рассказать. Правильно? А дальше что? Каждый уже делает свой выбор. Правильно? Мы должны людей предупредить. Вот я сейчас расскажу, как бывает. А там каждый пусть ловит свой счастливый билетик. А бывает на самом деле следующим образом. У нас в середине апреля компания Google. Я уже говорила о статистике других компаний, которые в киберпространстве существуют. Так вот, компания Google тоже сдала свою отчетность. И по отчетности компании Google ежедневно они, ежедневно, да, Мария, ежедневно они блокируют до 18 миллионов, 18 миллионов. Цифра внушительная. Да, да, да. Внушительная. 18 миллионов фишинговых писем с той же самой аббревиатурой COVID-19. Значит, что может содержаться в этом фишинговом письме? В этом фишинговом письме будет содержаться ссылочка на сайт, вот я сейчас прям прочитаю, как он называется, сайт Объединенного Компенсаторного Фонда Российской Федерации. Я надеюсь, что произнесла я правильно. Стоит отметить скрытый юмор тех, кто изготавливал этот сайт. Этот сайт, ну вот, практически идентичная копия сайта Общероссийского Народного Фронта, который мы с вами все знаем. Можете себе представить. То есть, мошенники не чураются ничего. Сайт знакомый, как бы дизайн знакомый, цвета флага нам все знакомые. И вот на этом сайте написано, что каждому гражданину Российской Федерации в связи с пандемией полагается определенная сумма компенсации. Значит, на этом сайте стоит счетчик. Я смотрела, этот счетчик регулярно обновляется. И вот этот счетчик щелкает-щелкает. И там циферка, значит, уже там 37 миллионов, там сколько-то там тысяч человек. Да и пока вы читаете, человеки... Получили компенсацию. Получили. А вы еще не сидите, да? Сидите и ждете. Ну, как же так? Вы останетесь вот без этой компенсации. А государство вам предлагает, государство обязано вам выплатить. Потому что каждому гражданину Российской Федерации полагается, буквально вот вчера президент подписал. Вот вы еще не знаете этот указ? Он вчера подписал. А уже 37 миллионов получили, понимаете? Ну, что делать? Надо получать, считает гражданин, зашедший на этот сайт. Право такое есть. Что нужно для этого сделать? А для этого, для того, чтобы реализовать свое право на компенсацию, на сайте написана четкая инструкция. Что мы делаем? Мы сначала должны проверить, проверить право на компенсацию. Вот вы меня слушаете внимательно. Я вам потом все это буду рассказывать. Сначала проверить право на компенсацию. Потом рассчитать, рассчитать сумму этой компенсации. И потом, написано очень грамотно, по закону получить причитающуюся вам выплату на вашу банковскую карту. Итак, поехали. Первый шаг. Как проверить? Идет дальше инструкция. Введите, пожалуйста, фамилию, имя, отчество ввели. Дату рождения ввели. Ваши паспортные данные ввели. И все, что можно, уже ввели. А, еще адрес прописки. Ну, реквизитная, карта, да? Нет, 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 подождите, мы до карты еще не дошли. Мы ввели только вот паспортные данные, адрес прописки, фамилия, имя, отчество. Мы с вами уже эту тему обсуждали. Что можно сделать с этими данными? На эти данные уже у мошенников уже первая победа. Они получили ваши данные, на которые они могут взять кредит в микрофинансовую компанию. Мы с вами уже обсуждали. То есть, первая победа у них зачет. Ну, и у вас как бы на сайте высвечивается бинго. После того, как вы ввели эти данные, вам сообщают, ура, вам полагается компенсация. Неизвестно, за какие заслуги передать учиться. Ну, просто полагается. Ну, она вам полагается, да. Ура. То есть, вы радуетесь. Что теперь вам говорят дальше? У вас теперь самый главный, самый главный шаг. Вы должны получить эту компенсацию. Что для этого мы делаем? А вот теперь мы вводим данные нашей замечательной банковской карточки. И как только мы ввели данные банковской карточки... Мы, конечно, получили компенсацию, но немножечко другую. Немножечко другую. Всего компенсацию получили мошенники за счет нашей простоты. Маш, ну, мы с вами на эту тему уже говорили, что на каждого мудреца, да, найдется мудрец еще более мудрый. Ну, вот еще что я вам хочу сказать. Это вот был пример такой, вот знаете, как бы простого пути, такой достаточно примитивный. Но наши граждане, они же думают, они вот сейчас послушают нашу с вами передачу, еще какую-то... Они подумают, ну вот меня точно не обманут. Я все знаю. Я все знаю, но компенсацию я все равно хочу. Что придумали мошенники для таких замечательных граждан? Они придумали то же самое, только путь немножко подлиннее. Вот не один вот такой этап, да, когда ты заходишь на сайт, как он там называется? Объединенный компенсаторный фонд Российской Федерации. Не просто ты заходишь на этот сайт, ты на этот сайт попадаешь окольными путями. Каким образом? Это вот прям вот вершина мошенничества. Значит, огромное количество граждан, желающих получить компенсации, которые у нас называются потенциальными жертвами мошенников, заходят не на сайт объединенного компенсаторного фонда, они заходят на фишинговые сайты, допустим, знаете, вот компания «Россия», «Россия-1», «Россия-24», либо фишинговый блок какой-то известной персоны. Создаются и такие. Но кто ищет, тот всегда найдет, понимаете? То есть если ты ищешь в интернете информацию, как получить компенсацию, тебя к ней обязательно приведут. То есть ты попадаешь как бы на «Россию-24», как тебе кажется. Тебе показывают ролик. Ролик достаточно качественно сделанный. И в этом ролике рассказывается, что в России запустили единую платформу для получения компенсации гражданами Российской Федерации за период вот этой пандемии. Рассказывают красиво. Это как бы, вы считаете, сайт канала «Россия-24», либо блог, если вы через соцсети пошли какой-то известной медийной персоной. А дальше, чтобы получить вот эту компенсацию, пройдите, пожалуйста, по ссылочке. И вы по этой ссылочке попадаете на тот же самый сайт объединенного компенсаторного фонда. И компенсируете. И компенсируете. Все расходы мошенников. Ирина Анатольевна, я знаю, что сейчас еще очень опасно совершать покупки на таких сайтах, как «Авито» и «Юла». В чем состоит опасность? К сожалению, да. И я вам сейчас, Мария, расскажу, какая сейчас доходность у мошенников на этих сайтах. А доходность такая неплохая. Нам и не снилось. Нам с вами не снилось. Самое интересное, Мария, я когда смотрела статистику, да, вот по этой тематике, я узнала, что сейчас в интернете существуют даже сайты, где набирают рекрутеров для того, чтобы заниматься этой деятельностью. И там большая очередь. Просто так туда не попадешь. А почему туда не попадешь? Потому что каждая бригада мошенников за час зарабатывает, ну, от 52 тысяч и до миллиона рублей. За час? За час. За час. Мы с вами в часах все измеряем. За час. Что они делают? Для завлечения клиентов вот на такие фишинговые сайты Юлы или Авито. Да, даже если мы начинаем с официальных сайтов Юлы или Авито, да, мошенники размещают там частные объявления. Опять-таки, у нас все любят не только компенсацию, но еще чтобы подешевле. Вот если ты, мы об этом говорили многократно, если ты реально видишь, что это заниженная цена, ну, подумай, пожалуйста, откуда такая цена может быть? Если вот человек продает тот же самый товар такого же года выпуска, да, такого же там внешнего вида, такой же сохранности, ну, почему у кого-то это 5 тысяч рублей, а у кого-то 50? Ну, ты об этом подумай. Ну, никто же об этом не думает. И вот в этих замечательных объявлениях, как всегда, у нас с вами присутствуют ссылочки. Ссылочки. Ну, ссылочки непростые. Все сделано непримитивно, а все сделано достаточно грамотно. То есть, тот, который продает, он говорит, что почему так дешево? Ну, потому что я не москвич, я живу не в Москве, я живу там в какой-то там деревне, там, я не знаю, там, Гадюкино, знаете, там, какого там района, какого-то там уезда. Для меня, я даже не знаю ваших цен, это для меня большие деньги. Вот, и для того, чтобы вы могли получить вот этот вот мой товар, давайте мы с вами оформим доставочку. Ну, давайте оформим. А что для этого надо сделать? А для этого надо заплатить. А вот когда заплатить, тогда вы уже переходите по ссылочке. И как только вы платите, естественно, мошенники обрубают все концы, и вы теряете свои денежные средства. Что делают для этого Авито, что делают Юла? Да, они, естественно, уже все, какие каналы могли, какие могли каналы, они контролируют. Но смысл в том, что вот те же самые представители Юлы и Авито говорят о том, что когда человек переходит вот по ссылочке, которые не относятся непосредственно к Авито или к Юле, то этот человек, покупатель, он выходит уже из зоны видимости. И помочь они ему, к сожалению, уже не могут. То есть это на свой страх и риск. Пока мы с вами говорили, Мария, я вот посмотрела просто свои записи и про вот этот вот канал, где набирают рекрутов для того, чтобы участвовать в этом процессе. Вот один из таких каналов сейчас насчитывает 13,5 тысяч участников. Представляете, какая там очередь? На мое место и на ваше такой очереди нет. Но если ты зарабатываешь по миллиону за раз, то почему бы не попробовать? Ирина Анатольевна, еще один вопрос связан с несостоявшимися поездками наших граждан на отдых. С возвращением денег за турпутевки, билеты на самолет, оформление ваучеров. Я уверена, что мошенники не применули воспользоваться данной ситуацией. Ну, конечно, Марии не применули. Конечно, они же всегда у нас в теме, впереди планеты всей. Эта тема у нас поднималась еще в конце апреля месяца, когда было понятно, что поездки у нас уже не состоятся, и турпутевки у нас уже сгорают. Но что делать, когда это происходит вот в таком большом объеме, когда это происходит массово. Поэтому у нас Государственная Дума приняла законопроект. Законопроект был принят Государственной Думой в первом чтении 12 мая. А что он из себя представляет? Он из себя представляет документ, который регламентирует вот эти взаимоотношения туроператоров и, соответственно, путешественников. В каком плане? Туроператоры ведь тоже не могут все денежные средства вернуть одномоментно. Все разорятся. Тем более, что какие-то денежные средства уже проплачены. Те же самые авиаперевозчики тоже не могут сразу же вернуть денежные средства клиентам. Поэтому договорились таким образом, что сейчас вместо того, чтобы одномоментно возвращать денежные средства, те, кто согласен, те, кто планирует, что, в общем-то, после пандемии он все-таки планирует отправиться в путешествие, им вручается ваучер. Открывается соответствующий депозитный счет в банке, и денежки переводятся как бы на этот депозитный счет. Этими денежками можно будет воспользоваться определенное количество времени. И обналичить этот ваучер тоже можно будет через определенное количество времени. Если этого не произойдет, тогда уже договор аннулируется. Но до этого денежки будут храниться вот на этом ваучере. В современных условиях, когда всем в какой-то степени тяжело, все стараются друг другу помочь. Нормальные люди, нормальные компании стараются друг другу помочь. Чем, естественно, не применули воспользоваться мошенники. Мошенники звонят, которые всегда имеют каким-то образом все эти базы под руками. Но каким образом я вам сейчас скажу относительно данных баз. Они обзванивают клиентов от имени сотрудников банка. От имени сотрудников банка. И предлагают им получить вот такой вот ваучер. Смешно. Бывают люди, которые соглашаются на этот ваучер. Это совсем плохо. Да, это понятно, что это совсем плохо. Бывают люди, которые не соглашаются на ваучер. Которые говорят, я ни с кем не дружу. Я всех боюсь. Я хочу получить свои денежные средства. Сейчас. Мошенники говорят, хорошо. Мы готовы вам выплатить деньги. Прямо сейчас. Да, прямо сейчас мы готовы вам выплатить денежные средства. И что для этого нужно? На вашу банковскую карту. Я уже знаю даже, что для этого нужно. Совершенно верно. Они предлагают решить этот вопрос банк. Как бы представляясь банком. Решить этот вопрос туроператором. Понимаете, какая схема, да? За определенную комиссию. То есть они просят человека даже сейчас там. Оплатить вот просто комиссию. И человек оплачивает эту комиссию. И мошенники, ура, получают доступ к данным его банковской карты. Вот таким вот образом все происходит, Мария. Это важно помнить. Важна информация, которую мы должны донести до наших граждан. Что за компенсации в те же самые турагентства могут клиенты обращаться только лично. Не через каких посредников. Тот же самый банк, где для них открывается депозитный счет, да, где они, это мы с вами говорим о ваучерах. Тот же самый банк, он не может выступать посредником. Они должны обращаться лично. Если кто-то звонит вам под видом банка, предлагает оказать какие-то там услуги посреднические, если не хотите ваучер, мы вам сейчас поможем, такого просто не может быть. Либо вы лично, либо никак не бывает. Ирина Анатольевна, еще раз конкретные советы, как защитить себя от мошенников в интернете. Мария, а давайте мы с вами вместе вот эти советы сейчас выработаем. Ну какой у нас самый главный совет, да? Это все-таки немножечко соображать, что происходит. То есть мы должны сохранять общую разумность и рациональность. Холодный рассудок. Холодный рассудок. Не поддаваться панике. Да. Я хотела сказать следующее. Мы многократно уже с вами говорили о том, что никаких компенсаций за карантин у нас не существует. Если кто-то хочет попробовать сходить вот на эти сайты, мы даже с вами рассказали всем, как они называются и как туда можно попасть. Мы просто указали им прямой путь, но никаких компенсаций не существует. Вы должны это понимать и вы должны с холодным расчетом ко всему подходить. Опять-таки не ищите обходных путей, как мы с вами уже об этом говорили, о пропусках. Помните, да? В одной из передач. Вот сейчас у нас отменили пропуска в Московской области, но они остались в Москве. То есть, если вам действительно положен этот пропуск, вы его получите на сайте. Не ищите обходных путей под видом медработников, бессрочные пропуска. Не ищите. Кто ищет, тот всегда найдет, где оставить свои денежные средства. Дальше. Совет, который работает и в условиях пандемии, в обычное время. То есть, не сообщайте никому данные своей банковской карты. Но не сообщайте вы, пожалуйста, никому. Не вводите вы никуда данные этой карточки. Дальше. Соблюдайте, пожалуйста, своеобразную такую информационную гигиену. Не только вот руки мойте, не только маски носите, но информационную гигиену в том числе. Что это значит? Мы с вами постоянно говорим про ссылки. То есть, когда вам приходят письма, заманилки такие, заманилочки, да? Не переходите вы по этим ссылкам. Ну, просто не переходите. Надо понимать, что нет никаких компенсаций. Ну, не подписал президент никаких указов. Ну, не переходите вы по этим ссылкам. Это вот все равно, что микробов смыть срок. Не переходите вы по этим ссылкам. Далее, пожалуйста, когда вы все-таки оплачиваете какие-то там товары, услуги, оплачиваете услуги ЖКХ, вы пользуетесь там Сбербанком онлайн, пожалуйста, смотрите на какие сайты вы заходите. То есть, вот вы смотрите, пожалуйста, на строчку браузера. Мы с вами многократно говорили о том, что мошенники делают уже практически идентичные сайты. Причем вот эта вот циничность, когда компенсаторный фонд похож на общероссийский народный фронт на сайт, ну, это совсем ужасно. Ну, бог с ним. Пожалуйста, смотрите на строчку браузера. Что, например, может быть? Вот когда мы с вами заходим онлайн сбербанк.ру, да, на мошенническом сайте, может быть, написано не Сбербанк, а какая-нибудь буковка пропущена, буква Е, буква Р. Ну, посмотрите, пожалуйста, ну, это же ваши денежные средства, ваши личные. Не вводите во свои данные, пока вы не удостоверитесь в достоверности всей информации. Дальше. Я думаю, что следовало бы проверять, в общем-то, все сайты сейчас. Для чего используйте, пожалуйста, проверочные сервисы. Проверочные сервисы для сайтов. Вот я знаю, есть такой сервис, который называется Whois. Вот на нем можно проверить. Этот сайт раскрывает истинных владельцев. Вот того самого сайта, куда он не имется просто попасть за компенсацией. Пожалуйста, вот проверяйте. Лишний раз проверить не помешает. Используйте проверенные браузеры. И такой заключительный совет. Установите на свой компьютер антивирус. У нас все обычно на антивирусах экономят. Но, в общем-то, это было бы неплохо. Если у вас есть такая возможность, установите. Если нет такой возможности, пользуйтесь проверенными браузерами, тем же самым хромом, в котором уже изначально стоит защита, которая отсекает вот такие вот возможности широкую для мошеннических действий. Спасибо, Ирина Анатольевна, за ценные советы. Оставайтесь на нашем канале. Всего вам доброго. До свидания. Берегите себя и своих близких. Продолжение следует...